На участке отгрузки готовой продукции казахстанского электролизного завода идёт погрузка контейнеров на железнодорожные платформы. Этот гигантский погрузчик на языке профессионалов называется «ричстакер». Вроде бы ничего сложного. Взял груз с одного места и переставил его на платформу. Но этот нехитрый с первого взгляда манёвр требует от оператора «ричстакера» ювелирной точности. Учитывая, что вес контейнера – 30 тонн. Тот цех, где мы работаем, это цех складских вспомогательных работ, является первым звеном всего того, что приходит на завод. Если говорить про грузчиков, то хоть это такая не основная профессия на заводе, но, опять же, она такая же немаловажная. Для меня лично эта профессия, наверное, тоже требует стойкости. Не каждый может работать физически, поэтому нашим ребятам только респект. Даурен Тайкибаев знает, о чём говорит. Сам когда-то начинал на заводе с простого грузчика. 9 лет назад пришёл сюда сразу после института. Была возможность пойти в металлургический цех, но Даурен никогда не ищет лёгких путей. Хотя сегодня с улыбкой вспоминает, как в одну из первых ночных смен ему было не до смеха. Я стою и думаю, блин, куда я попал? Люди в ночь обвязывают вагоны, готовят его к погрузке. Чё я тут потерял, думаю. Коллектив, наверное, который тепло принял. Завод, в принципе, у нас относительно молодой, 15 лет. Люди, которые там закладывали первый кирпичик, устанавливали первый заборчик, и они с таким трепетом об этом рассказывали. Я впитал от них то, трепетную заботу о заводе, что даже сейчас так сидишь и думаешь, ну, я не представляю уже себя без завода. Постепенно Даурену доверяли всё более ответственные участки работы. Уже через три года он подменял на время отпуска начальника цеха. А в августе 2019 года, в возрасте 25 лет, был назначен начальником цеха складских и вспомогательных работ КЭЗа. Это особая гордость Даурена. Программа «Умный склад», которую в качестве пилотного проекта доверили внедрить именно его цеху. Сейчас же в системе идёт навигация. То есть программа не гоняет человека там с первого на двадцатый стеллаж. Программа даёт возможность человеку с менее затраченным временем подойти к первому, потом ко второму и так же дальше подчисления. После успешной реализации на казахстанском электролизном заводе «Умный склад» в ближайшее время будет внедрён на всех предприятиях евразийской группы. Будет что рассказать, и как бы не стыдно будет, что оставили такой след, прокачали склад. Ему на всё хватает сил и времени. Даурен – один из создателей первого состава Совета молодёжи КЭЗа. Его особая страсть – футбол. В 2019 году Даурен Тайкибаев стал лауреатом региональной молодёжной премии «Ертыс Дарны». Неоднократно признавался одним из лучших работников ИРДЖИ. Показать себя с любой стороны можно, и тебя обязательно заметят. Молодёжи – одно из пожеланий – учиться смотреть на других и перенимать опыт. Только самый положительный, самый хороший. Завтра это обязательно пригодится. Редактор субтитров А.Семкин